Дамы и господа, сегодня у нас просто, необычайно специфическая история о том, как парень или же девушка, в общем, человек, родился без пола. Как и как это вообще возможно, сейчас узнаем до самого конца, подписывайтесь на канал, если тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать и поехать. Эта история должна быть очень увлекательной. Привет, меня зовут Джастин, и я родился двуполым. Это моя история, и трудно сказать, кто я, девочка или мальчик. Очень скоро вы поймете, что я имею в виду. Я родился с мужскими и женскими частями тела. Врачи были невероятно удивлены, как вы можете себе представить. Мои родители были потрясены. Во время маминой беременности их никто не предупреждал, что что-то не так. Когда мама была беременна, доктор сказал ей, что она ждет мальчика. Мой отец был вне себя от радости. Он всегда хотел сына. Он устроил большую вечеринку, чтобы показать мой пол. И синие шары заполонили задний двор. Он начал работать над детской комнатой, когда моя мама была всего на шестом месяце беременности. Стены были выкрашены в синий цвет. Игрушки и одежда, которые они покупали, предназначались для мальчика. К моему рождению все было готово. Их красивый, здоровый маленький мальчик. Ну, это было не то, что они получили. Вместо этого, мама родила меня кем-то между двумя полами. И я хочу, чтобы вы все знали, что мои родители очень любили меня. Они никогда не оскорбляли меня и не заставляли чувствовать что-то, кроме любви. Они поддерживали меня на каждом шагу, даже когда я боролся со своей личностью. Тем не менее, они действительно испортили все, когда дело дошло до моего воспитания. Вместо того, чтобы дать мне понять, что во мне есть что-то особенное, они держали это в секрете от меня. Они решили, что объяснят это, когда я подрасту. Теперь мы поняли, что лучше всего было бы водить меня к психотерапевту с раннего возраста. И помочь мне понять мое уникальное состояние на ранней стадии. Это была непростая ситуация, и они действительно старались изо всех сил, так что я их не верню. Врачи и мои родители не знали, какой у меня основной пол. Поэтому в настоящее время они ничего не добавили в мое свидетельство о рождении. Эта строка была оставлена пустой. Однако, они решили воспитывать меня как мальчика. В конце концов, именно этого они и ожидали. И все было готово к приему мальчика. Они даже придумали мне имя и все остальное. Чтобы сохранить мое состояние втайне от моей семьи, они должны были выгонять всех, кроме их обоих, от смены моих подгузников, когда я был ребенком. Моя семья всегда дразнила родителей, что они слишком заботливы. Но теперь они понимают, почему они это делали. Мои бабушка и дедушка какое-то время злились на моих родителей за то, что они держали от них такой секрет. Я до сих пор помню этот спор. Они обвинили моих родителей в том, что они им не доверяют. Моя мама и папа согласились, что они были глупы. И в течение некоторого времени, между ними и моими бабушкой и дедушкой были напряженные отношения. К счастью, они обо всем поговорили. И в конце концов, мои бабушка и дедушка простили их. Они все еще не согласны с теми решениями, которые приняли мои мама и папа. Но они достаточно любят их, чтобы не обращать внимания на эту ошибку. Кроме того, они хотят участвовать в жизни своего внука. Я знаю, что мне действительно повезло иметь такую любящую, поддерживающую семью. В детстве я не знал, что во мне было что-то другое. Ведь я видел только свое тело, и поэтому все казалось нормальным. К счастью, когда ты ребенок, большинство тел похоже. У меня были короткие волосы, и я носил одежду для мальчиков. Поэтому никто ничего не подозревал. Я играл в футбол и ходил в мужские туалеты в школе. У меня было абсолютно нормальное детство. Но вскоре это изменилось. Началось половое созревание и средняя школа. И это действительно полностью изменило всю мою жизнь. Правда. Всего в течение нескольких месяцев. Все, что я знал, казалось враньем. Первый главный факт, который заставил меня понять, что со мной что-то не так, был урок биологии. Учитель провел для нас урок о репродуктивной системе. И я продолжал ожидать, что он упомянет о двух частях одновременно. Но этот момент не наступил. Он упомянул только женщин и мужчин. И ничего между ними. Я был поражен. Хотя никто не смотрел на меня, я чувствовал, что все смотрели. Как будто они знали, что я не понимаю, что происходит. Как это может быть, что тело всех остальных отличается от моего собственного? Я притворился больным после того, как урок закончился и был отправлен в кабинет медсестры. Я не чувствовал, что мог продолжать остальную часть школьного дня. Я чувствовал, что я как будто собирался заболеть и заплакать одновременно. Должно быть, я выглядел очень больным. Потому что у медсестры было беспокойное выражение лица. Он ощущал одновременно и мужские чувства, и женские. И она сразу же позвонила моей маме. Она прибыла меньше, чем за полчаса. Явно торопясь из-за того, что медсестра сказала ей. Мама была готова отвезти меня в больницу. Но когда мы сели в машину, я сказал, что не стоит. Я объяснил, что я не болен. И она, казалось, готова была отругать меня. Но затем я задал вопрос, который беспокоил меня на протяжении всего урока биологии. Почему у меня не было, как у других? Мама явно была шокирована данным вопросом поначалу. Мгновение спустя она тяжело вздохнула. Казалось, что она ждала, когда наступит этот день. Она сказала мне, что ответит на все мои вопросы, как только мой папа вернется с работы. Папа никогда не был дома до обеда. Но в тот день он вернулся слишком рано. Было понятно, что мама рассказала ему эту новость. Потому что у него было то же самое выражение лица, что и у моей мамы. Они оба сели рядом со мной за столом. И начали отвечать на мои многочисленные вопросы. Они сказали мне, что они не рассказывали мне о моем состоянии раньше. Так как они волновались, что я не пойму этого. Они хотели, чтобы я был достаточно взрослым. Или я буду травмирован этой новостью. Я был так смущен и зол на своих родителей. Я заслуживал знать, как работает мое тело. Это было так несправедливо, что они сохраняли этот секрет в тайне так долго. Я бросился наверх и заперся в своей комнате. Ну, они наверное опасались какого-то психического расстройства. Моя мама постучала в дверь и попыталась убедить меня, чтобы я поговорил с ней. Я отказался. Я объявил бойкот своим родителям на долгое время. Честно говоря, я даже не мог представить, что возвращаюсь в школу и встречаюсь с своих друзей. Зная, как сильно я отличался от них. Поэтому я начал пропускать уроки. А мои родители не заставляли меня вернуться, прежде чем я не был готов. В конце концов, они поняли, насколько это большая травма для меня. В итоге, я согласился поговорить с ними еще раз. И я все еще злился и нападал новыми вопросами. У них были еще худшие новости для меня. Они объяснили, что как только половое созревание пройдет, мое тело начнет меняться. Я был в ужасе, но нельзя было что-то поделать, чтобы это остановилось. Моя жизнь, казалось, выходила из-под контроля. И я едва не был подростком. Постепенно, мое тело действительно начало меняться. Ну да. Я продолжал стричься, но моя фигура стала более женственной. Он получал одновременно и женские, и мужские гормоны. Ну, прекрасно знаете, в сроке биологии. Мои друзья начали замечать что-то странное во мне. Моя грудь стала более круглой. И мальчик, и девочка одновременно. Они начали насмехаться надо мной почти каждый день. И чем девчачьей я выглядел, тем хуже все становилось. Они смеялись надо мной и звали меня Джастина, вместо Джастина. Это был действительно травмирующий период в моей жизни. Я был очень подавлен, и даже вставать с постели по утрам было трудно. Мои родители заставили меня обратиться к врачу, который объяснил, что мои женские гормоны были наиболее преобладающими в моем теле. Поэтому я выглядел все больше и больше, как девушка каждый день. Понятно. Они не могли знать это, когда я родился. Или иначе, я был бы воспитан как женщина. Мои родители сделали лучший выбор для меня. Это было новое начало. Так что мы переехали из моего родного города и купили дом на другой стороне страны. Так мы стали ближе к моим бабушке и дедушке. И я был счастлив проводить с ними больше времени. Новую жизнь начало. Когда моя остальная семья обнаружила тот факт, что я был полумальчиком-полудевочкой, я волновался, что они подумают, что я ненормальный. Но на самом деле они поддержали меня. Они разозлились на моих родителей, конечно. Ну хорошо, хорошо, что поддержали. Но я уже рассказал вам, как эта проблема была решена. Сначала я учился на дому. Я не пошел в школу сразу же, так как я не чувствовал себя готовым встретиться с миром. Я начал ходить на терапию и был на домашнем обучении в течение почти полугода. Это было время больших перемен в моей жизни. И я должен был многое понять о себе и о своей личной жизни. В конце концов, я решил вернуться в школу. Это был старший класс, и я с облегчением находился вокруг людей моего возраста снова. Ученики не знали меня как Джастина. Они только что увидели девушку, когда посмотрели на меня. Я также вел себя более женственно и деликатно. Я начал получать удовольствие от деятельности, которой занимались девушки-подростки. Я одевался как девушка и позволил своим волосам расти. Я был удивлен, когда обнаружил, что ребята в моей школе на самом деле нашли меня привлекательным. Они улыбались мне и открыто заигрывали. Так что было ясно, что они действительно видят меня как девочку. Я была так раскрепощена, и я полностью приняла свою новую личность. Я на самом деле изменила мою имя на Джулию. Потому что Джастина у меня была связана со школьными издевательствами. За это время я подружился с несколькими девочками. И они научили меня всему, что касается макияжа. Мне это очень понравилось. На самом деле сейчас я учусь, чтобы стать визажистом. И я думаю, что я действительно хороша в этом. Пока я не закончила среднюю школу, я никогда не выбирала кого-то из парней, которые флиртовали со мной. И я слишком волновалась, что они обнаружат правду о моем состоянии и будут распространять противные слухи обо мне. Но когда я встретила парня, мне он очень понравился. Я не знала, как с этим бороться. Джек был добрым, милым и забавным. И я была без ума от него. Но продолжала притворяться, что мы были просто друзьями, пока он не предложил встречаться. И я не знала, должна ли я просто отвернуть его или согласиться пойти на свидание с ним. Я поговорила с моими родителями и терапевтом. И в конце концов я решила дать ему шанс. Но я не чувствовала себя хорошо, скрывая свою личность от него. И я могла только представить, как безумен он был бы. И если бы мы начали встречаться, я решила рассказать ему все. Поэтому я сказала ему, что хотела бы пойти на свидание. Но сначала мне нужно было сказать ему что-то важное. Я представляла, что он взбесится и уйдет. Но вместо этого мы разговаривали всю ночь напролет. Джек понял меня, как никто другой прежде. Мы в отношениях с ним с тех пор. И он любит меня так же, как и я его. Кстати, он сделал мне предложение несколько недель назад. Это мило. И вы можете угадать, я сказала да. Мои родители очень рады за нас. И мы скоро поженимся. В данный момент я идентифицирую себя как женщину. И все в моей жизни принимают меня таким же образом. Мои друзья, семья и жених. Я Джулия. И я наконец чувствую себя счастливой тем, кто я есть. Это заняло у меня много времени. Но я знаю, что мое путешествие к самоопознанию стоило того. На самом деле история очень похожа на вот эту, когда парень превратился из мальчика в девочку. Тоже очень специфично. Но тут, как бы знаете, такая вот история. Ну, просто родился чуть-чуть с противоположными гормонами. Ну, в общем, получается полноценная девушка, поэтому ничего. Но самое главное то, что его поддержали. Это важно, на самом деле, для каждого, когда его в чем-то поддерживают. Особенно во время переходного возраста он у каждого совершенно по-разному проходит. У кого-то очень эмоционально, кто-то спокойно его переживает, без различных потрясений. У этого парня все было эмоционально. Но главное то, что он это пережил и начал новую жизнь. Родители поддержали и уехали. Призыв этой истории в том, чтобы поддерживать каждого человека в любом его решении. Мне так кажется. Думаю, вы это прекрасно знаете. Лайки, если вам действительно все понравилось. Подписывайтесь на канал Правда Жизни. Автора этой анимации. Поддержите его. Даже не сворачивая это видео, можете подписаться. Подписывайтесь также на мой канал, если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Рассказывайте друзьям. Жмите на вот эту вот штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы. Это специально для вас. А это еще одна классная история про парня, который застрял в лифте с девушкой, которая ему нравится. Себо, как всегда. Я, Орали, зарубит вам счастье, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы, конечно же. Будьте здоровы. И уверимся уже в новых видео. Па! Субтитры сделал DimaTorzok